Эксперты спорили о цифрах, высокой и низкой явке, журналисты делились впечатлениями о предвыборных баталиях в своих регионах. В Севастополе, к примеру, Единой России ежедневно приходилось выдерживать информационные удары, вбросы, не обошлось без провокаций и в день тишины. Тем не менее, выборы признали честными и конкурентными, а незначительные нарушения, зарегистрированные в отдельных регионах, на общий результат не повлияли. Это единодушное мнение экспертов. Лидером остается Единая Россия. Более 80% голосов в среднем по стране было отдано партии власти. По словам ее председателя Дмитрия Медведева, избиратели стали политически грамотнее и разборчивее. Результаты, если хотите, появились даже своего рода вот такие качественные потребители, которые хорошо знают свои права и хотят получать четкие ответы на свои вопросы. Это очень важно, потому что наши избиратели стали подготовленными, грамотными, ответственными людьми. И, конечно, избиратели хотят конкретных действий от власти. Они скептически относятся к различным красивым картинкам, которые мы очень часто видим, но зато готовы добровольно приходить и работать наблюдателями. По словам Дмитрия Медведева, в обществе начало формироваться другое отношение к политике. Люди знают свои права и хотят получать чуткие ответы не с рекламных счетов, а лично общаясь с политиками и знакомясь с их программами. Им придется реально отрабатывать те авансы, которые они давали. И просто работать, вкалывать. Если вы действительно хотите принимать участие в реальных переменах в нашей стране, все, кто был избран, должны понять, это время пришло. В Севастополе программу представила только одна партия – «Единая Россия». В ее основу легла концепция стратегического развития Севастополя, разработанная одноименным агентством под руководством Алексея Чалова. Второе место у ЛДПР. Партия не признала выборы в пяти областях, раскритиковала время проведения единого дня голосования, а выборы в Московскую городскую думу Жириновский назвал провальными. Ну, Бабкина прошла. Что она петь будет в Московской городской думе? Что она там будет делать? Она там не появится никогда. Она будет освобожденный депутат. Хорошо, Ермольник не прошел, комедиант, сидит в жюри на Первом канале день и ночь. Что ему агитацией заниматься? Ну, Хазанов, наверное, прошел. Что делать он будет, Хазанов там? Анекдоты рассказывать? Смеяться будет себе Мосгордума. Мосгордума – это депутаты. Это не филармония и не спартакиада. Это не филармония. Условия предвыборной борьбы в Московской и Ленинградской областях Владимир Жириновский считает неравными. Говорит, наглядная агитация ЛДПР была вынесена из центра в промзону. Или в лес. Баннер смотрит в лес. Для кого? Для кукушки? Для кого этот баннер-то? Задник-то там ничего нету, а передняя часть повернута в сторону леса. Москва, Московская область, Ленинградская, Калининградская и ХМАО – выборы не признаем. Позор таким выборам не умеют проводить, давят и душат. В ЛДПР самый большой опыт. Мы бросили все ресурсы. Нам 25 лет. А результаты? Так, как в школе. Троечники. Слушайте, мы на медаль идем. Мы занимаемся. Мы репетиторов нанимем. Мы бросили все ресурсы. Да нет, вы троечники. Геннадий Зюганов заявил, что его электорат просто ввели в заблуждение. По мнению лидера КПРФ, до 7% голосов избиратели оттянули одноименные партии. Так называемые клоны. Их три. КПСС, Коммунисты России и КПРФ. Мы создали вообще уникальное сооружение. Называется КПРФ. Но это казачья партия РФ. Аббревиатура полностью совпадает с нашей. Секретарь Генсовета политической партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что предвыборная кампания прошла в рамках очень четкой консолидации вокруг президента России и получила поддержку избирателей Крыма. Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина в отдельных регионах достиг 85%. Неверов согласился, что немалая толика победы пропрезидентской партии в Севастополе принадлежит и Алексею Чалому, который возглавил список «Единой России», не являясь членом партии. Говорить о том, что Чалый не сыграл роли в том результате, это, конечно, неправильно. И очень многие избиратели ориентировались на позицию Алексея Михайловича. Где же, например, мажоритарщики, адамодатники, которые шли, это в основном люди, которых представлял Чалый, победили в этих округах. И, конечно, это крайне важно. Медиафорум стал хорошей площадкой для общения журналистского сообщества с первыми лицами парламентских партий. Лидеры ответили на десятки вопросов региональных масс-медиа. По мнению Владимира Жириновского, в Крыму и Севастополе должна была победить ЛДПР. Политик уверен, что выборы в новых субъектах Российской Федерации провалили определенные лица, включив в списки партии украинскую номенклатуру бывших депутатов украинского созыва. Которые, некоторые из них, вообще были против отделения от Украины. Я же не знаю всех. А депутатам, которые мне доверили, они проявили, может быть, ошибку свою политическую. Поэтому и Севастополь, и Крым хорошо голосовали, потому что я был во главе списка, но у них руки опускались, когда не видели фамилии. Владимир Жириновский пригрозил однопартийцам, составлявшим избирательные списки в Севастополе, серьезными оргвыводами. Сказал, что лично приедет в Севастополь, чтобы, цитата, намылить голову коллегам. Масштабный медиафорум регионы России завершен. В нем приняли участие лидеры фракции Государственной Думы, ведущие политологи и социологи, более 200 представителей центральных и региональных средств массовой информации. Конечно же, особое внимание было уделено Севастополю и Крыму. Победу «Единой России» во всех регионах связывают с победой Владимира Путина, а в Севастополе – с авторитетом Алексея Чалова. Теперь вы знаете, что будет дальше. Маргарита Пронина, Дмитрий Фомин, Севинформбюро, Москва.